Харе Кришна. На самом деле это просто замечательно, когда, знаете, вот не нужно на работу бежать. Держи. Я помню, когда я первый раз столкнулся с этим духовным движением, с этими духовными людьми, и, знаете, после первой встречи с ними я так вдохновился, просто думал, вот это круто. А почему я должен только один раз в жизни так вот встречаться с такими людьми и испытывать такое счастье? Ну почему? А почему бы не сделать мне всю мою жизнь вот каждый день вот так? Вот каждый день. Прекрасно вот так вот каждый день. Не, ну это невозможно. У нас же ответственность, у нас же там, понимаете, различные обязанности. Можно подумать, у нас нет обязанностей. Но если вы сделаете всю свою жизнь своим хобби и начнете делать то, что вам нравится делать, как говорят, да, то вам в жизни не придется никогда работать. У вас каждый день будет как мороженое. И я как-то проводил с молодежью буквально на днях фестиваль, и я рассказывал, в чем разница между хобби, призванием, призванием, да, работой и профессией. Знаете, да, в чем разница? Мы когда об этом сидели и с Маргуланом Сосомбаевым беседовали на эту тему, он тоже так вдохновляет людей, что просто определиться, ну а что мы хотим в жизни? Так вот я хочу в жизни, вот каждый день, чтобы были счастливые люди, замечательные люди, чтобы было вдохновение, вот, и чтобы было счастье. Но вот, к сожалению, сейчас многие люди никому не доверяют сейчас. Даже если им посоветуют, вот нужно вот это делать. А что это я должен вам следовать? Какой-то перепуга. Сейчас, знаете, разница в поколениях 20 минут. Даже не 10 лет, не 20 лет, а 20 минут. То есть настолько все прогрессирует. Сейчас вот электроника, эти все компьютерные игры, что каждые 20 минут новый телефон выходит, там, iPhone, iPod, iTouch, iPad, то есть и кто-то уже 20 минут уже отстал от жизни на самом деле. И уже на него смотрят, ха, старик, отстал. Не понимаешь, как играть в новую игру. Вот, поэтому очень трудно найти. Сейчас у нас была проблема поколений, знаете, да, старые, молодые, а сейчас поколение в одном поколении, то есть уже проблемы. Они друг друга не понимают, потому что тот не скачал последнюю версию программы. Вот, поэтому нужно понять, как нам, в конце концов, начинать доверять, чтобы работать вместе. Я в этой связи рассказывал, да. В чем наша цель жизни и как себя посвятить в том направлении, в котором я буду постоянно счастлив и давать счастье другим. На санскрите называется «теджас и раджас». Вот кто знает немножко, в санскрите есть терминология, есть «теджас» — это вдохновение, и «раджас» — это страсть. Внешне люди действуют почти одинаково, ну, реально, почти одинаково. Такие все, энтузиастичные такие все. И я когда спросил своего учителя, говорю, а в чем разница между «теджасом» и «раджасом», между страстью и вдохновением? И он сказал, говорит, что настоящее вдохновение — это когда ты сам вдохновлен. И те, которые приходят в контакт с тобой, тоже вдохновляются почему-то. Это называется трансформация энергии. А страсть — это означает, когда ты сам обеспокоен, возбужден, обеспокоен. И кто бы ни приходил в контакт с тобой, тоже начинает переживать, и беспокойство такое возникает у всех. Вот, поэтому наша жизнь должна превратиться в этот «теджас», ну как, быть маячком, в конце концов, в этом, знаете, во мраке. И самому осветить свою дорогу, и другим помочь. Но это очень важно сделать, чтобы это было в команде, потому что невозможно мир изменить в одиночку. Мне пришла история, сейчас я вспомнил историю, один непреданный рассказал, что у него друг пошел в армию. Сейчас столько всего происходит в мире, война. Вот он пошел в армию, да, они с другом пошли в разведку. Они пошли в разведку, и началась стрельба. Как говорят, знаете, если хочешь проверить друга, возьми, в горы возьми его, да, как Высоцкий пел. Или возьми в разведку его с собой, и проверишь на вшивость. И вот они пошли в разведку. И они пошли в разведку, и вот началась пальба, стрельба. И вдруг его друга убивают. Ну, подстрелили его. Тот упал замертво. Тот думает, что делать, шквальный огонь. Он хватает этого друга и, ну, думает, закроюсь я им и побегу обратно к себе в окопы, а его сзади, так сказать, ну, как прикроюсь им, потому что все равно уже убили его. То есть, а так он меня хоть спасет. И он прикрылся им и стал убегать, и добежал до окопов, прыгнул в свои окопы и друга своего бросил там. Ну, а медсамбат там подхватили этого друга, там откачали, и оказалось, он жив. И его в больницу все откачали, он выжил. И потом этому дают медаль за отвагу. Сам спасся, и друга спас своего. И он говорит, если бы они знали, какая у меня была мотивация тогда. Стать героем, ну, внешне мы, может быть, себе показываем. Есть такая там даже лагна, есть такая в астрологии, то есть, когда можно понять человека, как вас будут воспринимать в обществе. И то, что нас воспринимают, и то, что мы на самом деле, как правило, знаете, небо и земля. Очень часто бывает. И очень часто мы хотим, как вчера мы тоже беседовали, вот Марина рассказывала, она говорит, что мы такие, когда перед свадьбой там или там, такие хорошенькие, такие ангелочки, такие, ты-ты-ты-ты-ты, а потом маски срываются, и начинаем проявлять свою истинную природу. И вот я бы сегодня хотел поговорить не о внешнем таком, знаете, доверии, а о глубинном таком, вот именно настоящем, плодотворном доверии, с которым можно пройти всю жизнь. Будь то семья, будь то друзья, будь то организация, будь то доверие между странами, скажем так. И в конце концов, доверие к Богу. Потому что без Бога, как говорят, знаете, молитесь, люди, молитесь слезно, молитесь Богу, пока не поздно, и будет счастье превыше неба. Но так, просите, как нищие хлеба. А мы так очень много молились, молились, ну где же вас Бог? Где же он Бог? Вот тут люди умирают, там голод, там проблема. Если бы Бог был бы на земле, такого бы не было. Как много мы это слышали уже? Слышали ли я такую фразу? Если бы ваш Бог был там, где же, почему такое происходит? И мне даже, ну как-то, время назад я давал тоже такую лекцию, почему плохие вещи случаются с хорошими людьми? Миллион, миллион долларов вопрос, то есть такой, я спрашиваю, почему же такое происходит? И у людей теряется доверие во все и вся. И в друг друга теряется доверие, и теряется доверие и в Бога в конце концов. А потом даже в себя теряется доверие. Да, я все, ничего не смогу. Поэтому я бы хотел с вами сегодня буквально в двух словах поговорить о таком фундаментальном, качестве, как доверие, которое связывает души людские, которое связывает, так сказать, нас всех вместе в одну нить. Я приведу пример, что в Непале есть эта же песня, да, национальный гимн, вчера говорил, что все мы разные цветы, но одна нить соединяющая. Есть только миг между прошлым и будущим, есть только миг за него и держись. И вот поэтому давайте с вами немножко поговорим. Я буквально даже сейчас на коленках сделал небольшую презентацию вам и хотел бы, чтобы у нас было обсуждение немножко мы откроем, ладно? Каждый из нас хотим, чтобы у нас была команда, семья замечательная, доверие между родителями, супругами, детьми и так далее. Вот. Но доверие – это не просто сентиментальное качество, это вот то, которое основано на очень глубоких моральных принципах. В Писаниях это очень здорово описывается и описывается качество, которое человек должен развить в себе в этой жизни. Фундаментально есть только две причины. Я вам скажу буквально, озвучу, и потом мы это все обсудим с вами. Доверие основано на характере человека. То есть какой характер? Мы вчера об этом тоже обсуждали. Людей не волнует, что вы знаете, их волнует, как вы о них заботитесь. И второе – это мотивация человека. Чем мы занимаемся? Зачем вы это делаете? Что бы вы ни делали, зачем вы это делаете? Что у вас как-то интегрити, да? Как-то это ваше интегрити, то есть мотивация. Что вами движет, что вас драйвит, понимаете? Что вас заставляет каждое утро вставать? Чем вы? И опять же, были мы в том же в Казахстане, там беседовали, и один человек говорит, вот Маргулану Сосимбайму, вот я вот делал все, как вы говорите, то есть я сделал, бизнесменом стал, хотел стать пловцом великим, я тренировался, как правило, а в итоге я просто сорвал свои мышцы, то проблема, там проблема, не работает. Он говорит, ну ты стал великим, а где здесь про людей? Где здесь про служение? Где здесь про истинную мотивацию? Ты-то просто хотел потешить свое ложное эго, хотел стать великим, можно стать великим, а для чего мы это хотим сделать? Для того, чтобы служить или хотим, чтобы быть самим в центре? Вот давайте мы сегодня с вами обсудим пару вещей, что такое настоящий характер и какой должна быть мотивация, в конце концов. Знаете, вот мы хотим, тоже у меня была такая мотивация, и я тоже всегда хотел создать такую команду, с которой можно пройти по жизни. И так получилось, что мы идем по жизни уже не один год, уже много десятков лет, много, имеется в виду, два, три десятка лет. С одним моим другом, Сергеем, мы с ним вместе пришли в этот духовный путь в 90-м году, и мы до сих пор с ним вместе, он до сих пор, только что мне сейчас звонил, он тоже со мной в Непале сейчас. И знаете, лучший друг, лучше новых двух, говорят. Правда? И это самое ценное, что у нас есть. Все остальное приходящее, а мы все мечтаем, как можно создать такую семью, которая в одной связке, чтобы можно что-то было сделать. Кто об этом мечтает? Кто бы хотел чтобы семья была вот такая, чтобы коллектив был замечательный, чтобы можно жить в стране, в которой можно доверять людям, в конце концов, правителям. Мы сегодня говорили про одну страну, которая находится в огне сейчас, где первым делом самый главный руководитель страны просто сбежал, просто так, тупо сбежал, бросил своих всех, как с корабля, знаете. Я вспоминаю эту песню Высоцкого. Да, еще не время, еще не время, а капитан нам шлет знакомый знак, еще не вечер, еще не вечер. Помните, нет, эту песню? Вот. Когда нас взяли на абордаж и запах кортечий, и тонет наш корабль, но капитан нам шлет знакомый знак, еще не вечер, еще не вечер, мы все вместе, все мы в тельняшках. И когда лидеры, да, в Бхагавадгите Кришна говорит об этом, он говорит, что бы ни делал великий человек, все за ним будут следовать. Весь мир последует за примером великих людей. И вы знаете, очень удивительно, я сейчас приехал из Калифорнии, там есть одна компания, очень удивительно, и директор этой компании Боб, то есть он поступил по-человечески, мы можем думать там духовные принципы, там религиозные принципы, нет, просто быть человеком, даже в мирской жизни. Я был поражен, насколько он сделал человеческий шаг, и ему компания доверила полностью, каждый простой работе доверил ему. И знаете, что он сделал? Еще в 2007 году был кризис, когда там Лименс Бразерс компаний, экономический кризис был полностью в Америке. Помните, и там все компании закрылись, там все рухнуло, и он подошел к компании, это одна из компаний в Калифорнии, он подошел и сказал, собрал свою команду, говорит, ну что будем делать сейчас? И ему все говорят, ну что, сокращать состав будем. Они потеряли 30% своих заказов и потеряли 10 миллионов долларов, скажем так, в одну ночь. Да что будем делать, чтобы сохранить компанию, что будем делать? И ему сказали, ну что, будем сокращать штат, наверное. И он что сказал, удивительно, это в чем качество лидера, он подошел и сказал, он созвал всю свою компанию, сотни людей, рабочих, и было совещание, сказал, первое, что я вам скажу, мои дорогие друзья, мы никого не будем сокращать. Все такие, фу, абсолютно в Америке, потерять работу, это, ну, остаться на улице, это очень серьезно, и для семьи, и для людей. Первое, что он сделал, он заявил всем, я сразу всех уверяю, мы никого не будем сокращать. И второе, он сказал, говорит, давайте мы сделаем просто эксперимент, мы все, от начальника до самого простого подчиненного, мы все уйдем в добровольный отпуск на два месяца, бесплатный, то есть, ну, компания не будет платить никому, на два месяца, ну, просто по-человечески, чем нескольким людям страдать, вернее, нескольким наслаждаться, а всем страдать, лучше давайте все вместе возьмем на себя ответственность, и уйдем на два месяца бесплатный отпуск, чтобы сохранить компанию. Это так вдохновило людей, что лидер готов взять на себя, ну, то есть ответственность и риск. Что это так вдохновило людей, что подчиненные этих всех департаментов, всех этих отделовых них, они говорят, своим подчиненным тот же самый дух передали, они говорят, знаете что, вы давайте уходите на две недели, а мы уйдем на 10 недель, на 8 недель, то есть вы меньше работаете, меньше на отпуске будете, мы вам заплатим, мы возьмем на себя ответственность. И что произошло? Буквально за несколько месяцев эта компания набрала прибыли, и в 2008 году они не только не потеряли, они выиграли 10 миллионов долларов прибыли там получилось у них, почему? Потому что команда сплотилась вокруг лидера. Каждый из нас является лидером, будь то отцом или матерью, либо наставником каким-то, да, и мы несем ответственность. Поэтому мы не можем создать команду до тех пор, пока мы не имеем определенных навыков, качеств. И одно из качеств – это доверие, доверять другим, доверять себе. Знаете, я привожу пример, как с оркестром, когда в оркестре, когда люди играют на разных инструментах. Кто-то играет на балалайке, кто-то на флейте, кто-то на аккордеоне, кто-то на гитаре, на саксофоне. Мы все играем на разных инструментах, правда? И все мы такие разные. Но если мы хотим играть, если мы хотим играть в оркестре, в одном, то мы должны играть по нотам. Мы должны играть в одной тональности. Например, кто-то говорит, кто-то, допустим, говорит ля бемоль, настраиваемся все. И все инструменты, если вы видели, они... Слышали, нет? Когда перед оркестром это называется какафония. Какафония. И это позволяется людям 3-5 минут настроиться. Но предполагается, что через 3-5 минут все разумные люди должны настроиться на одну волну и работать совместно уже. И потом будем слушать дирижера. И как я обычно говорю на английском, вы не можете стать дирижером оркестра до тех пор, пока у вас не будет силы воли показать затылок публике. You can never become conductor of orchestra unless you have a guts to show you back to the public. То есть у нас должна быть сила воли стоять на принципах, даже если эти принципы идут в разрез с общественным мнением. И вот тогда мы должны играть вместе. И мы не то, что независимы, мы должны доверять. Этому человеку, который нас ведет за собой, чтобы получилась прекрасная музыка. И это должно построено быть не на своем личном эго, а должно быть на вселенских принципах построено, на всеобщих принципах. Я помню, когда я был маленький, мои родители, однажды я пришел, и мои родители ссорились, как прям кошка с собакой. Кричат просто. Я пришел со школы, а они что такое, кричат так прям вообще, ссорятся. И я помню, зашел в свою школу, в свою комнату детскую, и моя мама заплаканная зашла, говорит, сынок, мы не сможем с своим папой жить больше, мы не можем жить с ним больше, я не смогу с ним жить больше, все, мы разводимся. Для меня это был как нож в спину, знаете, я просто, я стал так плакать. Я закрыл в своей детской комнате, закрылся, я закрылся на замок, я не выходил оттуда много часов. Плакал в подушку, там прочее. И потом через время они смотрели, открой, открой, открой. Я не открываю, принципиально не открываю. Я просто вспомнил потом, как я прослушался, к стенке прислонился, так слушал, и думаю, они-то между собой говорят, ты знаешь, ради нашего сына мы должны жить вместе. Ради сына. И они для того, чтобы мне было не скучно, они мне еще фотокопию сделали, моего брата сделали мне. Мне было 13 лет, то есть они еще мне брата соорудили, чтобы мне было не так скучно. Ради высшей цели мы готовы наступить на горло своей песни, то есть, чтобы, ну, не я любимый только, вот существую в этом мире, в центре, антропоцентризм, да, а для того есть еще высшие идеалы, для высшей цели. Если это мы можем сделать для детей, для нашей, для страны, да, люди готовы жизни отдать, представляете, что можно сделать в этой человеческой форме жизни для Бога. Вот, неважно, опять же, мы сейчас не говорим ни про крешноидов, ни про мусульман, ни про христиан, мы говорим просто о абсолютной истине. Подобно тому, как женщина не может быть наполовину беременной, как человек не может быть наполовину мертвым, так и истина не бывает наполовину. Вот, поэтому мы нужны друг другу, если мы хотим играть как оркестр, да, неважно, на чем вы играете, но мы должны играть на определенной ноте, как мы на гитаре вчера играли, да, каждая нота должна быть настроена в соответствии с предыдущей. Если кто-то знает, как это настраивать, тиринь, 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 это должна быть настроенность между нами. А если мы совсем другой группы крови, не понимаем друг друга, если у нас нет доверия к друг другу, то есть, как разить это доверие? Знаете, даже, мне это очень фотография нравится, даже цветок кому-то выразить, да, цветок может выразить чувство. Доверие, это как связующая нить, каждый держит друг друга там за пальчик буквально, стоит кому-то отпустить палец, вся пирамида рухнет. И это часто происходит, когда мы теряем доверие в чем-то, кому-то, то теряется доверие во всем. Трудно потом доверять, если нитка оборвалась, да, потом, даже если связать, то этой нитью нельзя уже сшить ничего. У кого есть такой опыт? Очень трудно, то есть, потом, ну, как осадок остался, да, как один приходит в гости, говорит, приходи ко мне на ужин. Ну, сосед, приходи, пришел, пришел, сел, ну, ждет же это все, а сосед там говорит, слышь, только тут серебряные ложки только что были где-то здесь, не знаю, ты не брал? Да не брал, только зашел, вот только пришел, да нет, но только что лежали здесь, ну, ведь ты же ведь взял, да не брал я твоих ложек, ну, ты же взял, вот только что лежали ложки здесь, я же тебе, ты взял ложки, да не брал я твоих ложек, ты взял, Больше никто не мог. Этот, который пришел в гости, так ему это все... Он вскочил, убежал просто, не стал оставаться на обед. Через пару недель встречается с тем хозяином. Ну что, нашел свои серебряные ложки? Да нашел. В серванте были. Ну, а садок остался. То есть мы сами себя накручиваем, понимаете, то есть рвем отношения, а потом в конце говорим, почему не можем функционировать все вместе? Потому что у людей потерялись, так сказать, какие-то принципы устои жизненные. Мы не можем жить по одним правилам. Люди, неважно, будь то разных национальностей, стран, они обусабливаются, у них нет вселенских принципов, по которым они могут играть. Даже если мы играем в какой-то вид спорта, допустим, хоккей, футбол, ну, то есть как-то мы договариваемся, мы должны, так сказать, доверять, что вы не будете подножку делать или нарушать правила. У нас есть определенные правила. Есть уроки жизни. Знаете, мы иногда поливаем дерево, на котором сами себя потом можем вздернуть. Мы, как я вчера говорил, да, мы принимаем прибежище в тех вещах, которые нам будут совсем не в подспорье, которые разрушают наше доверие, разрушают наши отношения. И иногда мы, знаете, вроде здороваемся друг с другом. Мне очень понравилось, откликнулось, как вчера сказали, вроде проходим, вроде не замечаем друг друга, а прекрасно знаем, что мы друг друга видим. Ого, а вы здесь? Как часто такое бывает, знаете, лицемерие вот такое. Мы меряем различные лица на себя, притворяемся, как будто мы ничего не знаем, а сами друг друга хотим застрелить просто. И у нас столько всяких различных способов. Мы уже изучили все там, понимаете, психологические тренинги. Мы изучили уже там йогу, там, дыхание, я не знаю, что там, вегетарианство, там. Всего у нас есть, а все равно проблема остается той же самой, потому что мы не знаем, как эти лестницы использовать. Мы не пользуемся ими правильно. И у нас жизнь получается вот такой примерно. Тирен. То есть, понимаете, и на самом деле мы живем такой жизнью, улыбаясь, как сквозь слезы, да, мне нравится эта песня, это Высоцкого пела. Улыбаясь, мне ломались крылья, улыбаясь, мне ломали крылья, и мой крик, похожий, был на вой. Я не пел от боли и бессилия, лишь шептал, спасибо, что живой. Лопнуло во мне терпение жилы, я со смертью перешел на ты. Давно она вокруг меня кружила, побаивалась просто хрипоты. Не знаю я, что верно, что свято, я понял это уж давным-давно. У нас всего один лишь путь, ребята, и выбора на счастье не дано. Но, и я сейчас не буду вам показывать, поэтому мы должны научиться развивать в себе доверие. И как мы сейчас поговорим, практические шаги, как это сделать. Как уделять внимание нужно, да, такими были очень, ну хотя, мы должны быть готовыми к сюрпризам жизни. Иногда мы, может быть, думаем про кого-то совсем по-другому, но реальность оказывается другой. Нельзя позволять нашим слабостям, чтобы нас просто владели, овладевали нами. И очень нужно быть внимательным, предупредительным знаком. По улице очень много предупредительных знаков. И нам, в действительности, все священные писания, мудрецы нам подсказывают постоянно. В Индии есть такая традиционная история, когда один такой, ну, глупец, Каледас его звали, он сидел на ветке и пилял себе дерево. Один мудрец подошел, сказал, что ты делаешь, ты сейчас упадешь же, ну это же как, про стаку понятно. Не молчи, я все знаю, не учи меня, ученого. И он такой сидит, ну, глупо быть мудрецом, среди дураков. Он и пошел дальше себе, мудрец. Этот Каледас, он просто отпилил ветку и упал. Пум! Вот меня мудрец, наверное, проклял меня, поэтому я упал. И он стал потом обижаться на весь мир и еще проклинать мудреца этого. Вот, поэтому очень нужно быть внимательным к подсказкам других, особенно вот святых людей или древних писаний. Иногда то, что мы ищем, может быть, в самом неожиданном месте. Мы ожидаем чего-то от кого-то, да? А на самом деле оно совсем рядом. Просто совсем рядом. Мне один мой друг рассказывает, говорит, когда они уезжают, в отпуск куда-нибудь, да, ну, не будешь же все с собой, брат. Вот, и они, он просто раз, родители его говорят, что мы делаем, мы берем свое золото, там, украшения, там, ну, как, семейные украшения, берем, просто в чулок завязываем и на столе ложим, прямо на столе. И говорит, однажды так получилась, правда, реальная история, взломали квартиру у них, так сказать, ну, как воры, все повыворачивали, там, шкафы, там, все ящики. А этот чулок как лежал на столе, так и лежал. Его даже не заметили никто. Поэтому положи поближе. Вот. И так же у нас должно быть бесстрашие достичь своей цели в жизни. Вот. Очень важно. Если человек однажды, знаете, прокалывается, потом трудно ему доверять становится. То есть, если у нас нет решительности, есть целый такой даже семинар. Почему мы идем за лидерами? Потому что у них есть решимость, энтузиазм выйти за пределы своих возможностей. Экстра миля такая, да. И никогда нельзя позволять себе, чтобы нас сбили с пути. Сейчас, особенно век интернета, знаете, вот сколько всяких каучей, учителей. Поэтому, говорится, знаете, в Бхагавадгите так же описывается, невозможно успокоить ум, если он такой многоветвистый ум, всегда беспокойный. Поэтому нужно сконцентрировать его, и чтобы цель была одна. Сделать свою одной целью. Такой целью, которая недоступна ни для кого в этом мире. Самая редчайшая цель должна быть. И чтобы достичь ее, необходима сила воли и общества таких же людей. И никогда нельзя унижать слабых. Никогда нельзя унижать слабых. Потому что в этой связи мы начинаем просто страдать, как поколение, и как команда, и как личность просто. И я вам покажу мультик один, и потом мы откроем обсуждение. Смотрите сюда. Это можно транслировать как родители, главы государств, организации и так далее. КОНЕЦ КОНЕЦ А история повторяется. Знаете, аларчик просто открывался. Аларчик-то просто открывался. А как он открывался? Ну, просто открывался. А как? Да он просто открывался. Он даже не закрывался никогда. То есть, на самом деле, все так просто, все так сложно. Я помню, когда я первый раз пришел в духовное движение, я был таким офицером, таким весь сам из себя, с наглаженными сапогами, с фурой такой. И когда я пришел в духовный центр, я смотрю, так все кланяются что-то. Кланяются. Как вот этот енот. Просто склонился, и все, решение вопроса. А я такой, знаете, думаю, ну, понятно, я философию уважаю, все это лекции, семинарчики ваши, так все, мне неинтересно. Но вот склониться, мне это было сложно очень. Как будто, знаете, железный такой штиль такой там был, какой-то внутри стоял. Ну, как-то. А если там все падают, что-то там кланяются перед алтарем, ну, это все понимаю, а вот, не, я не кришной, я вообще тут не религиозный человек. И такой стержень внутри стоял, такой стальной, не позволял мне склониться. Мне заняло время, чтобы довериться Богу. Вот. И поэтому я бы хотел с вами поговорить сегодня о двух культурах, две культуры, я даже просто быстренько прописал это дело все, поскольку мы имеем ограниченное время. И хотел бы открыть с вами обсуждение небольшое. Вот, что бы вы сказали, о чем вам этот мультик рассказал, что открыть вторую двойную связь с вами, что бы вы могли одним словом, что бы вы могли сказать по этому мультику, какой урок мы можем с собой унести? Актуальный вообще он? Ну, в принципе, как? Чему мы можем научиться? А? Уступать нужно. Вот, кстати, вот если хотите, давайте вот такое, я такое сделал, даже в Объединенных нациях такое мы делали, там у нас был семинар, я такое, когда дал семинар, я спрашивал всех обратную связь, как говорят, знаете, обратная связь это завтрак чемпионов. Один мой друг всегда говорит так, обратная связь это завтрак чемпионов. Если вы хотите идти вверх, вы должны всегда принимать обратную связь. Вот, и вот можно записать, прямо один кто-то хочет, волонтерам, то есть добровольно, вот сейчас вы можете сказать по каждой слову, по слову скажите, чему вы научились вот из этого мультика? Вот что вам это? И это не должно повторять друг друга. Разные слова. Как вы ощущаете? Может, ничему вы научились? А вот как, что вы почувствовали, когда посмотрели этот мультик? Кто-нибудь сможет записать это слово на планшете? Давайте, сможет, да? Ну, просто вот запишите, а я потом скажу вам, что мы с этими словами сделаем. А, записать надо. Вот сейчас будут называть до слова там справедливость, там счастье, там да. А? Давайте, вот микрофон есть у нас, радиомикрофон? Ну, ладно, говорите громче только. Уступать. Просто одним словом. Компромисс. Окей. Компромисс. Вот давайте прям, не стесняйтесь, правда, включайтесь. Каждый просто скажите по слову. Эгоизм. Эгоизм. Окей. Давайте, нет, давайте так сделаем, просто по очереди. Займет нам просто одну минуту, но потом посмотрите, это будет очень практично. Давайте с вас начнем. Что, чему мы могли научиться этому? Что вас вызывает? Поменьше пишите, очень много слов будет, я думаю. Уступать. Компромисс. Мы уже сказали, компромисс. Ну, допустим, ладно. Сотрудничество. Сотрудничество. Что вы думаете? Упрямство убивает. Упрямство. Ну, то есть, это обязательно должны быть позитивные слова. Нормально. Что мы увидели сейчас? Упрямство. Да. Поиск решения. Поиск решения. Просто решения. Подумайте, подумайте. Соперничество. Конфликт, да? Маленький, удаленький. Маленький, удаленький. Супер. На непальском языке есть халтомиртипало. Есть такое высказывание, ну, как говорится, маленький перчик, но горячий же. Такой. Аж слезы идут. Маленький, да удаленький. Давайте, не будем всех спрашивать, не будем всех спрашивать, но желающих. Просто можете поднять руки, мы вас спросим только. Сложности объединяют. Сложности объединяют. Окей. Спасибо. Смирение. Смирение. Умение слушать другого, да. Внимательность, может, нет? Внимательность, чтобы не просто предложениями, а? Не роют другому яму. А? Не роют другому яму. Да, не роют другому яму. Как это можно одним словом сказать? Подлость. Подлость подходит, нет? Да. Очень, очень, ну, как, столько анекдотов в этой связи связано. То есть, там, про мужа-жену, там, как подстава друг друга. И там, как другими президентами стран, там, как они подставляют друг друга. И все над этим смеются. А плакать-то надо. Подстава. А? Эгоизм. Было у нас? Не было. Да, эгоизм. Конечно, справедливость. Справедливость. Конечно. Сотружество. 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 Прекрасно. Угу. Гибкость. Гибкость. Прекрасно. Взаимопомощь. Мы все знаем на самом деле. Все все знают прекрасно. Да. Доверие. Находчивость. Находчивость. Доброта. Доброта. Отлично. Это такие вселенские законы. Вот знаете, это очень важно. И есть две культуры. Давайте озвучим. Что мы сейчас сделаем? Не сейчас, а в течение вашего ретрита. Я искренне призываю вас использовать вот эти слова. И можем написать стихотворение, которое отзывается с этими словами. Как в свободное от вас время, можете немножко порифмировать. И используя, можете сфотографировать этот список. Далеко не полный, конечно же, но чтобы за неимением времени мы просто остановимся сейчас. Сфотографируйте его. И используя эти слова, напишите какие-то четырежестишья. Напишите какую-то поэму, может быть, небольшую. Очень сильно работает. Когда вы спрашиваете, потом все высказали свои мнения. И чтобы это отзывалось в сердцах всех, можно составить, потом сделать соревнование такое. Кто на лучшее произведение, поэтическое. Добренько. Все. Что если у нас есть культура, но культура низкого доверия. Я заметил, что в некоторых местах, даже в Штатах, очень имперсональный подход, в частности. Даже соседи не знают друг друга. Они, то есть, не общаются, никто так часто. Hi, hello. Кто такие, чем они занимаются. Они друг друга в гости не приглашают и так далее. Заметили такое? Нет, есть такое. Достаточно вот, не пересекайте мою зону комфорта. Там злая собака, автомат стоит. То есть, это private territory. Как это? Transpass. Transpass comfortable. This is a private area. Мы ограждаем. Культура низкого общения. И смотрите, когда появляется подозрительность, пренебрежение, интриги. Знаете, когда точат все. Когда что-то случилось, сразу уже пошла цыганская почта. Начинают всех стягивать за ноги, чтобы только кому-то хуже насолить. И, безусловно, источник не нужной затраты энергии. Когда мы начинаем, знаете, давит. У меня самого, как организатора в коллективе, скажем так, когда у нас очень тяжелые натянутые отношения, очень много энергии уходит на сортирование этих всех беды. Выравнивание отношений, все разборки. 90% не в позитив уходит энергия, а на разборки и на улаживание отношений. Есть такой опыт у вас? Есть такая ситуация с людьми, которым ты не доверяешь реально. Хочется, пообщавшись, хочется пойти, помыться пойти. То есть начинает такой, знаете, отток энергии происходит. Как очень важно. И в культуре легкого общения, особенно я приезжаю там, где у нас есть доверие с лидерами, в монастырях, в организациях других, у меня очень добрые отношения. И что вы думаете? Если у меня есть добрые доверительные отношения с лидерами этой общины, команды или там монастыря, или организации, удивительно, но все последователи этого лидера тоже имеют такие же отношения. Это сразу же отпечатывается на коллективе. И хочется просто летать, говорить, говорить, что-то с бедра рассказывать, непонятно. Ну что-то просто, что есть. И всем весело. Вот я сейчас приехал в храм, и у меня президент храма, это мой друг очень, давнишний друг, мы с ним вместе учились. И он приехал, говорит, а ты бы класс не мог дать? Говорю, ну, и за 10 минут, за 10 минут до класса, говорит, а как, говорю, о чем говорить? О чем хочешь говори? Там, ну, собралось 50 человек, все серьезные ученики, так сказать, ну, как, с опытом уже по 40 лет, по 30 лет. А я тут должен говорить, о чем попало. Ну, как же, я же не готовился ни к чему. И я просто, мы сели вместе, он на меня смотрит, и он сам меня слушает. И знаете, я просто сижу, он мне там гирлянду повесил на меня, говорит, а я о чем говорить? И я просто подключил антенну свою просто. У меня антенна есть такая, интернет. И я стал напрямую скачивать с интернета. Право говорю, Господь, что надо сказать? Просто скажу, как есть. И он улыбается, и я улыбается. Он мне доверяет просто, что я плохого не скажу. А я же должен, так сказать, его доверие оправдать, чтобы не сказать ничего. И знаете, когда есть доверие, сразу появляется энтузиазм, и откуда ни возьмись появляется, какое-то как полилось, полилось, и что-то оттуда, и все. И все мы смеялись там, и здорово получилось. Даже я сам себя слушал. Надо же, я такое могу сказать даже, надо же. И откуда ни возьмись появились какие-то там реферации из тех писаний, и там санскрит я вспомнил сразу почему-то. А бывает, когда, знаете, не хочется даже говорить ни с кем. То есть приходишь, такая напряженка такая стоит, и ты не доверяешь людям. И я даже хотел бы что-то вспомнить, ничего не вспоминается вообще, ничего не могу сказать, ни слов сказать. И люди на тебя смотрят, сверлят взглядом. И так это, знаете, скорее бы вы наконец-то нас, а вы что, наконец-то нас уже уезжаете? То есть наконец. Вот, поэтому очень важно, чтобы культура доверия. И что появляется при высоком доверии? Вот это я вам сейчас список набросал здесь. Что происходит? Давайте вот, кто может прочитать? А потом вы добавите. Когда появляется, знаете, надежность плеча, надежность каждому, особенно женщине, например, очень важно иметь сильное плечо. Опора. Абсолютно правильно. Мне один мой друг рассказывает, говорит, он президент, все время забубошенный, этих менеджментов, у него жена родила. Родила, и у него были, так сказать, после родовые боли, и так далее. Его задача была, задача, она ему доверяла, что каждый день он принесет ему обезболивающее. То есть его задача была принести ему там таблетки обезболивающие у нее, то есть там как-то пейнкиллер называется. И он каждый день приносил, она там сидела с ребенком, там стирала, убирала, прочее. Но она, и у нее однажды закончились, ну как таблетки, и у нее очень сильно боли были сильные. И она ждала, когда муж придет с работы. И он пришел, он был там в совещании, там всего столько было в течение дня. И он просто забыл купить эти таблетки. Она там просто от боли, уже не знал, куда деваться. Он приходит, она ему, ну что, купил таблетки ты мне? Она говорит, да что ты меня наехала? Там на меня, так сказать, наезжать, там меня используют, ты меня тоже наезжаешь. Все, уже все мы все достали меня. И он так это выпалил, просто реактивно. Что вы все на меня наехали? Что всем должен там, что всем должен почему-то? Я сегодня дома не буду ночевать. И он собрался уходить уже просто. Она ему чисто, ну как, по-семейному доверилась. То есть, ну ты же должен купить таблетки мне. Он уже собрался уходить. Она ничего не сказала ему. И он говорит, я ухожу уже, отделся, уже собрался уходить обратно. в храм, думаю, там буду ночевать сегодня. Потом оборачиваюсь, смотрю, она стоит просто, ну, в дверь, так сказать, ну как в проеме стоит, и она меня смотрит просто таким человеческим взглядом просто. Я повернулся, и она мне, она просто сказала, неужели ты не понимаешь, что ты мне нужен сейчас? И он почувствовал, у нее, к нему такое доверие было просто, а я его не оправдал. И у него просто как все рухнуло просто внутри. И он просто повернулся обратно, у него все эти, все негативные качества, все эти проблемы дневные, все сразу испарились, откуда ни возьмись. Он просто повернулся, подошел, просто ее обнял, просто по-человечески, просто обнял. Я сейчас все сделаю. И побежал, купил лекарства эти, которые занял там, ну, 10 минут времени, выбежать в аптеку, купить, ради бога. Вот, вместо того, чтобы там, знаете, устраивать фейерверки, там, эти все вулканы взрывать. Вот. Просто он побежал, сделал, и у него сразу же, когда человек, он просто не теряет вам доверие, говорит, неужели ты не понимаешь? То есть ты мне нужен, я тебе доверяю. То есть и человек, он не отвечал сразу, так сказать, с автомата очередью в ответ. И очень важно, что вот это в конце концов, это доверие, оно может сохранить наше, вот опора нужна нам, каждому. Вот. Право на ошибку. Очень важно давать людям, чтобы вам доверяли, да. Очень много таких историй, я правда не хочу вам все их рассказывать, но когда Абдул-Калам, может, знаете такое имя? Абдул-Калам, президент Индии раньше был. Абдул-Калам. Очень известный ученый, и он был президентом Индии. Но на своем пути к президентству, он был, скажем, ученым, там они испытывали какое-то испытание, какое-то оружие там они делали, типа ядерной бомбы, там, я не знаю, что там. И одним словом, это испытание было, и он работал в команде. И ему его начальник, босс, сказал, без моего ведома ни в коем случае на кнопку не нажимать. И все было готово, и он там все это делал, Абдул-Калам. И в конце концов, когда испытания уже подошли к решающей точке, шеф сказал ему, не нажимать без моего разрешения. И Абдул-Калам говорит, да что он там понимает вообще, он ничего не знает. То есть нет доверия к нему. И он взял, да я сам знаю лучше него. И он нажал на кнопку там. И в конце концов был провал. Там просто все завалилось. В общем, не сработало ничего. А это было миллионы долларов там правительство вложило в эти испытания. И все шишки посыпались на шефа. Не на Абдул-Калама, исполнителя, а на шефа. И шеф взял на себя ответственность. Простите, это моя ошибка. И он тогда, предпредитет, предправительством Индии сказал, это все моя вина. Он не указал пальцем, да это вот он, это он нажал без меня. Он взял на себя ответственность. Но потом говорит, мы просто подготовимся еще раз, дайте нам шанс. И они опять взяли какой-то там займ в правительстве, то есть они опять сделали. И опять, когда через время пришло испытание, опять нужно было нажимать на кнопку. В этот раз Абдул-Калам смотрел просто с доверием на своего шефа. Шеф, что сказать, только с вашего разрешения. И когда уже все было реально готово, он говорит, нажимай. Он нажал, и было удивительное испытание. Успех был. И все фанфары, и там все награды. И шеф сказал, это вот Абдул-Калам сделал. Это его заслуга. И с того момента Абдул-Калам говорит, вау. Когда была трудность, он на себя взял огонь. А когда слава, он ее мне отдал. Или другой пример, например, знаете, про Томас Эдисон, который лампочку сделал. Наверняка слышали тоже, и когда они сделали эту первую лампу, сделали первую лампу, и там репортеры, это такое мировое событие. И он сказал своему лабораторному помощнику, говорит, что принеси мне эту лампу. Этот мальчуган взял эту лампу, он когда нес, он уронил эту лампу. Пшшш, и лампа разбилась. Единственная во Вселенной лампа сделанная, разбил. И все эти репортеры, они стоят такие, обомлили. А что теперь делать? Говорит, да ничего, сделаем другую. Все, закончилось. Разошлись все, не словно нахлебавшись. Через какое-то время опять все собирали, опять новую сделал. Он лампу, и опять все собрались, опять репортеры там будут снимать, снимать кинофильмы. И этот Томас Адисон говорит, этому же мальчугану, говорит, пойди принеси лампу. И все ему так, да вы что? Он же уже напортачил один раз. Как вы можете этому человеку опять довериться? Говорит, все нормально, принеси лампу. В этот раз этот мальчуган внес эту лампу, он цепился в эту лампу, чтобы только, не дай Бог, не соскользнуло. И он ее принес и поставил. И потом, когда после всех этих испытаний, Томас Адисон сказал, мне спросили, а почему вы ему доверились? А он говорит, да потому что, если бы он ее опять разбил, нет проблем, мы бы еще одну сделали. Но если бы я ему не доверил бы сейчас, то у него бы разбилась самооценка в себя, вера в себя разбилась бы. И вот это вот восстановить будет невозможно до конца жизни. Очень трудно, когда человек теряет веру в себя, или то есть, знаешь, когда низкая самооценка возникает, мне уже больше никто не доверяет. То он бы никогда, это было бы шрам на всю жизнь у него. А так, когда ему доверяешь, у человека возникает вера в себя, и он начинает верить в авторитет и в лидера. Это очень сильное качество настроения. Давать людям право на ошибку. Когда у нас есть доверие, у нас возникает возвышенное, легкое общение. И когда мы доверяем человеку, мы можем честно ему сказать, прямо, искренне. Бывает такое, знаете, с равными, с равными, можно прямо в палец так, в пузо. Ты знаешь, кто ты такой вообще? Ты вообще. И он тебе это может сказать, а ты ему можешь сказать. Потом можно обняться, и потом все вместе пойти и посмеяться. И мы, право на ошибку и доверие появляется. Нам можно быстренько исправить друг друга, если это есть. И мы можем также, если есть доверие, можно повлиять на человека. Очень легко. У меня в нашей общине пару случаев есть таких, когда я вам реально могу поделиться. Мои студенты, которых, так сказать, мы воспитывали, по какой-то причине он перестал меня слушать. Просто перестал меня слушать. И потом уже отношения очень трудно выровнять. Потому что он, кто-то ему сказал, какой-то, ну как, яд ему влил в ухо, что было неправдой, конечно. И потом он уже понял, что это неправда, но осадок остался. И до сих пор мы с ним не можем переписываться нормально. Поэтому если есть доверие, то его нужно защищать так же, чтобы у нас были возможности общаться. И очень важно, это вселенская такая потребность, быть понятым. Быть понятым. Если у нас нет доверия, то это очень сложно достичь этого. Какие у вас будут вопросы, пожалуйста? Мы оставим, у нас еще есть несколько минут. Может быть, какие-то есть вопросы у вас и добавления, комментарии. У меня есть, конечно, еще пару слайдов, которые я хотел поделиться с вами. Ну, потом в конце, может, мультик вам покажу. Есть какие-то вопросы? Что бы вы хотели, допустим, что вас волнует? Да. Вот вы рассказали, что, ну, несколько историй, да, и была такая история, как Эдисон доверил второй раз мальчику, да, принести эту лампу, и как бы у мальчика там не упал уровень уверенности в себе. А как правильно относиться, когда ты верил в какого-то лидера, доверял ему, доверился, и как бы вот совсем противоположная история произошла. Вот как правильно в такой ситуации человеку вести себя? Как правильно мыслить, думать, чувствовать? То есть вот, не знаю, двигаться как-то в сторону прощения или принятия, или понимание, почему такая ситуация сложилась? Очень хороший вопрос, и очень актуальный для всех вопрос, когда, знаете, очень многих людей нас используют, то есть или просто, может быть, обманывают, или, как на английском называется, let down. Ну, во-первых, нужно понять, что ничего просто так не бывает. Есть духовное понимание, и есть практичное понимание, реальное. То есть как воспринимать эти вещи? Потому что, что бы с нами ни происходило, это результат того, что мы делали в прошлом. То есть, как говорят, знаете, есть еще так же, на русском языке называется, нечего на зеркало пенять, если рожа кривая, говорят, да? То, что с нами вокруг нас происходит, это не что иное, как результат нашего прошлого действия. Может быть, мы ему насылили в прошлом как-то, каким-то образом. То есть здесь первый вариант, необходимо просто это принять. Первое. Не означает, что мы должны позволять себе вытерять ноги об себя постоянно. И должны сделать вывод. Необходимо поднять духовное. Реальность заключается в том, что если человек практикует духовную практику, у него возникают удивительные качества, и появляется видение мира правильное. Называется Мадья-Мадикари. И он начинает понимать, как общаться с четырьмя видами людьми. Завистники, младшие, равные и старшие. И вот завистников просто нужно избегать. Не критиковать даже, не нужно критиковать их, потому что от этого лучше не станет. А вот просто держать уважительную дистанцию. Эта дистанция может быть один километр даже. С кем-то это может быть рядышком можно находиться. Та дистанция, с которой вы не критикуете людей, никого. Но у людей мы начинаем видеть недостатки, ошибки. И начинаем их винить всегда. Я вот сегодня рассказывал упражнение. Это для всех можете использовать это упражнение. Упражнение трех пальцев. Если такая ситуация складывается, да? Бас критикует лидер. У нас на самом деле существует 13 правил доверия. И есть правило их использовать. Что делать, если, допустим, вас босс обманул, или вы недовольны боссом, или босс с вами недоволен, или сотрудники недовольны. Как использовать эти 13 качеств, чтобы выровнять ситуацию, исправить, отремонтировать сердце. Так вот, вкратце я могу так сказать. Упражнение трех пальцев. Если ситуация возникает, не нужно пальцем на кого-то указывать, кого-то винить в своей беде. Нужно ответить на три вопроса. Попробуйте себе это сделать когда-нибудь, когда такая ситуация сложится. Первый вопрос. Что я сделал, что не должен был делать? Просто себе часто запиши. Что я такое сделал, чтобы эта ситуация случилась со мной? Что я не должен был делать? Вот именно я. Второй вопрос. Что я не сделал, что должен или должна была сделать? Вот три вещи, да? Что я сделал, что не должен или не должна была делать? Что я не сделал, что должен был или должна была сделать? И третий вопрос. Что делать? Если вы искренне, честно ответите себе на эти три вопроса, посмотрите, как будет легче вам решать проблемы. Честно. И потом, в конце концов, выйти на контакт и честно определить отношения свои с этим боссом. Прямо даже сказать честно это. Вот я себя ощущаю вот таким образом, когда вы поступили со мной вот так. А иногда бывает так, что босс так поступил, но он даже не знает, что он вас, скажем так, сделал вам больно. Он даже, может, об этом даже не знает. У меня такое тоже было с моим подчиненным, когда у меня свое впечатление оказалось, а оказывается, совсем по-другому было все. Думали, что он там наркотики ест, там, так, табак. Оказалось, он лекарства так принимал. И мы чуть из храма не выгнали его. Вот поэтому в этом мире очень много недомолвки. Поэтому очень надо определить ожидания. Просто честно поговорить, прямо поговорить иногда. Ну, откройте себе эти три упражнения сделайте, три пальца. А с духовной точки зрения не нужно ни на кого убежаться, потому что, в конце концов, Писания говорят, ничего в этом мире не происходит случайно, травинка не шелохнется. Если вы поверите вот в это, именно в это, поверье ваше да будет вам. Все хорошее происходит, и все плохое происходит тоже по определенной воле. Сухават аннетхадукам калийна сарватра гамбири рамбаса. Не можете верить наполовину, только вот хорошее верю, а плохое не верю. Вот поэтому всегда нужно находиться на духовном понимании вещей и всегда решать свое сердце. Изменить сердца других сложнее, а вот свое сердце у нас в нашем распоряжении, мы всегда можем его поменять. Как-то отвечает, нет? И что у вас вопрос был, что делать или как себя вести в дальнейшем, да? Ну вот, допустим, вы сказали ученику вашему, кто-то что-то сказал, да? И отравил его восприятие. Вот как этому человеку правильно двигаться, чтобы восприятие перестало быть отравленным? Ну, во-первых, вы должны стать примером для него, не создавать возможности у него, чтобы он искал недостатки у вас. Будьте примером. Ваша жизнь должна быть вашей лекцией. И на какое-то время, мой опыт, уважительная дистанция. Не нужно беспокоить, то есть не нужно беспокоить умы людей, которые, как говорят, знаете, на английском, don't give advice unless you are hired. Не давайте совет, пока вас об этом не попросили. То есть сделайте уважительную дистанцию, будьте примером, не создавайте предпосылок, чтобы он находил у вас недостатки. И потом ваш пример будет просто образцом, и он потом в конце концов сам поймёт. Можете извиниться ещё, если что-то, допустим, не так сделали. Ну вот, а ему самому, как правильно в этой ситуации действовать? Потому что, если человек всё-таки понимает, что он услышал о вас что-то негативное, но его сознание не может от этого очиститься. Как раз так и произошло. Он всё понял, что на самом деле это неправда была. А осадок-то остался. И он мне сам сказал, знаете, давайте мы какое-то время просто побудем на расстоянии. Просто мне, чтобы этот вентилятор моего успокоить, нужно какое-то время. Он чисто адекватно себя оценил. Мне просто нужно остыть немножко самому. Я понимаю, что это неправда, но я ничего могу с собой делать. Химические элементы стали работать, реакция пошла уже. Мне просто нужно, чтобы реактор остыл сам собой. Я уже перестал его раздражать там. Я понимаю, что это неправда, но нужно, чтобы он автоматически остыл. Поэтому нужно знать физически, физическое тело. Тонкое тело уже всё понял, ум понял всё, а тело ещё всё равно возбуждённое. Поэтому дайте какое-то время, пусть остынет. И всё будет нормально. У меня такие были случаи. Когда я направлял там одного человека открыть там монастырь, в Центр Духовный, Академию, он так на меня обиделся. А потом через время у него сейчас там сотни людей, своя община, и всё говорит, спасибо вам большое. Я говорю, если... Ну я ему потом говорю, вот, наступит время, сам поймёшь, наверное. Больше ты потеешь во время тренировки, меньше будешь кровоточить во время битвы. Поэтому дети не хотят учиться. Иногда нужно пройти через тяжёлые испытания, и они вас будут не понимать сначала. Но потом, когда сами станут папами или мамами, они поймут, а ведь прав ведь был. Поэтому какая-то дистанция должна быть. Хороший пример и не беспокоить умы. Спасибо вам большое. Хареи Кришне. И все сфотографировали, да? Список. Попробуйте сделать такое. И в конце сделайте соревнования, какие-то поэтические соревнования. Спасибо вам большое. И я не знаю, если у нас будет... Да. Спасибо. Продолжение следует...